МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Мобильная связь в Дагестане самая дорогая. Жителям СКФО услуги оператора выходят дороже, чем остальные. Сложить многозначные числа за пару секунд не проблема для Магомеда Кагирова. Школьник стал лучшим в мире по ментальной арифметике. Все подробности у моих коллег. Через года и поколения в первозданном виде в Махачкале представили экспозицию рукописных коранов. Глава Дагестана встретился с первым заместителем директора Росгвардии Сергеем Меликовым. Сегодня он прибыл с рабочим визитом в республику. На встрече были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия республики с федеральной службой. Отметим, что главнокомандующие войсками национальной армии примет участие в отчетном заседании Росгвардии Дагестана, где подведут итоги работы за 2018 год. Кроме того, по предварительной информации, Сергей Меликов посетит Дербент. Там он проведет ряд важных встреч. 329 человек погибли на дорогах Дагестана за 11 месяцев текущего года. 30 из них – дети. Об этом сообщил руководитель управления ГИБДД МВД по республике Дагестан Александр Шалагин. За уходящий год в республике произошло более полутора тысяч ДТП. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, количество аварий раненых и погибших на дорогах республики снизилось на 5%. Основные причины ДТП – превышение скорости выезда на встречную полосу, а также наезды на пешеходов. Здесь два фактора – это и культура, и сама организация дорожного движения. То есть, не предоставление преимущества движения в тех или иных случаях. Бывает, заканчиваем маневр на перекрестке, уже на запрещающий сигнал светофора, когда этого нельзя делать. Бывает, просто не предоставляем преимущества идущему навстречу транспорту. Ситуации разные, но, тем не менее, это тоже одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день. Мобильная связь в Дагестане – одна из самых дорогих. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Контент-ревью». Жителям СКФО услуги операторов обходятся дороже, чем остальным. Рейтинг дорогих сотовых услуг возглавила Чечня, на втором месте Дагестана, а далее следует Ингушетия. Самая дешевая мобильная связь – Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты также отмечают, что со следующего года цены будут расти в связи с повышением НДС, а также с уходом с рынка недорогих акционных тарифов. В Дагестане в три раза увеличились сборы налогов от АЗС. С начала года они составили более 150 миллионов рублей. По официальным данным, в республике чуть более 600 заправочных станций. Все состоят на налоговом учете. Продолжаются и проверки заправок. По-прежнему есть предприниматели, которые скрывают свою выручку, представляют недостоверные сведения в налоговые органы и допускают иные нарушения законодательства. МФЦ Дагестана признан одним из лучших в стране. Такую оценку республика получила в рейтинге Минэкономразвития России. Подобные исследования публикуются ежеквартально. Работа оценивалась по доступности услуг, качеству их оказания и соблюдению единого фирменного стиля. Мальчик-калькулятор, так называют Магомеда Кагирова. Школьника, чьи арифметические способности просто поражают воображение. Удивил своим талантом он и всех на 23-м международном чемпионате по ментальной арифметике, который проходил в столице Малайзии. А Дагестан на месте с Кагировым в соревнованиях принимал участие Асиат Умарова, занявшая третье место. На родине с маленькими умниками провел встречу Муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Все подробности у Абдулла Алиева. 23-й международный чемпионат по ментальной арифметике проходил в начале декабря в столице Малайзии, Куала-Лумпур. В нем приняло участие более 12 тысяч детей из 80 стран мира. Все математические вычисления юные участники выполняли строго в уме, без использования компьютера и калькулятора. В этом и заключается основная суть ментальной арифметики. Россию на соревнованиях представляли 27 ребят из 9 городов. Победителем первенства стал учащийся школа номер 38 города Махачкалы Магомед Кагиров. С юным чемпионом встретился муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. В ходе беседы Магомед отметил, что занимается ментальной арифметикой с 9 лет. Он рассказал, как готовился к соревнованиям и как оно проходило. Вообще на одном квадратном метре было почти 4 человека. Там не было места проходить, из-за этого мы больше времени находились на улице. Ну, я говорю за себя. Когда мы зашли в зал, было все организовано. Меня провели за мой стол, за мое место. На встрече также присутствовали обладательства третьего места данного турнира «Асиат Умарова» и победительства Международной олимпиады по ментальной арифметике, которая проходила в этом году в Дубае, Заира Чамсулвараева. Шейх Ахмад Афанди поздравил юных гениев с успешным выступлением на международных соревнованиях. Поблагодарил их наставников и родителей за весомый вклад в воспитание таких детей, которые без преувеличения показывают прекрасный пример своим сверстникам. Я рад, не нахожу даже слов благодарности вам, родителям. И, конечно, их нельзя забывать, какими бы хорошими ни были и родители, и педагоги. Если бы не их способности, то результатов бы не было. И у них это только начало, все еще впереди. Будем ждать дальнейших их результатов. Конечно, я прошу Аллаха, чтобы Аллах им дал крепкую веру. Аминь. То, что они на этом свете, эти заслуги, у них будут служить в пользу на этом свете. А ведь есть потусторонний мир, а для того света нужно верить. В завершении участникам встречи были вручены благодарственные письма и памятные подарки от Муфтия Дагестана и благотворительного фонда «Инсан». Абдулла Алиев Гамзатур Магомедов, Алиасхаб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Впервые в Дагестане в образовательном центре «Гида-Яд» прошел республиканский конкурс чецов «Корана среди женщин». Участие в нем принялись 70 конкурсантов из разных районов и городов республики. Конкурс проходил в трех возрастных группах по трем номинациям. Среди детей до 15 лет, девушек до 35 лет и женщин от 35 лет и выше. Жюри обращало внимание на знание текста наизусть, правильное чтение и мелодичность голоса. Первое место заняли жители Самахачкалы Сабихат Шуайбова, Марьям Абдурахманова и Аида Абакарова. Занявшим призовые места вручили денежные вознаграждения. Организаторам конкурса выступил Муфтия Республики Дагестан. Сегодня мы проводим общий республиканский конкурс, который проводится делом просвещения впервые. Республиканского не было еще. И на конкурс приехали из всех городов Дагестана и из многих районов. В общем взятие 23 района в городу принимают участие. Через года и поколения в первозданном виде в Международный день арабского языка в историческом парке «Россия. Моя история» представили экспозицию рукописных экземпляров Корана. Самые древние священные книги более тысячи лет. Посетила выставку и наша съемочная бригада. Слово Камиле Девятову. Чудо рукописного Корана так называется выставка, в которой самые старые книги более тысячи лет. Один из редкостных экземпляров священного писания, представленный здесь, принадлежал легендарному полководцу Надершаху. Здесь представлены Кораны из коллекции Института истории археологии и этнографии ДНЦ «Ран». То есть здесь представлены вообще уникальные образцы Коранов. У нас хранятся, можно даже без ложной скромности сказать, одни из редчайших книг этих Коранов. К примеру, самая старая рука здесь Корана – тысяча восемь лет. Некоторые Кораны имеют картонный переплет, оклеенный кожей. В центре имеются тиснения в виде растительного орнамента. Суры написаны красными, синими и черными чернилами. Первые и последние строки текста Корана обозначены крупным шрифтом. Каждую из представленных книг, несмотря на свою вековую историю, удалось сохранить и представить зрителю. Как нам известно из истории, что ислам к нам не вчера пришел, еще пришел во время праведных халифов, пророка Мухаммада, саллиллаху алиху ассалям. И Дагестан всегда славился учеными, богословами. И для нас не должно быть удивлением, что у нас сохранились такие экземпляры. И потому что всегда жители Дагестана и в целом Северного Кавказа проявляли большое уважение к священной книге Всевышнего Аллаха. Часть книг была переписана в Дагестане. Некоторая часть была завезена из Ирана и стран Ближнего Востока. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И немного о спорте. В Махачкале наградили лучших футболистов Лиги Лаки 2018 года. Итоги этого масштабного турнира среди выходцев из лакских сел подвели в конференц-зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Сильнейшего определяли в течение четырех месяцев. В этом сезоне за награды состязались 33 команды. 12 из них пробились в финальный этап. Судьба чемпионства определилась в предпоследнем туре. Когда стало известно, что обладателями золотых медалей станут футболисты из селения Кули. На два балла от них отстали команды Хосреха и Кани, занявшие второе и третье место соответственно. На церемонии также вручили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим игроком был признан Ахмед Курбанов. Наша задача привлекать больше сел, тех, которые не участвовали. Во всех лакских турнирах с 2016 года участвовало 49 сел. Это такой неплохой результат. Но мы хотим добиваться большего, хотим больше команд привлекать, больше людей привлекать. Это общение, это знакомство. Весной следующего года команды вновь выйдут на поле. В марте они начнут борьбу за кубок Лаки 2019 года. Ведущие тайбоксеры России, Европы и мира сойдутся на новом профессиональном турнире в Перми. Турнир «Фабрика Муай Тай» пройдет 22 декабря. В главном бою вечера выступит заслуженный мастер спорта из Дагестана Магомед Зайнуков. Выходец из Кизляра оспорит титул интерконтинентального чемпиона в поединке против суперзвезды тайского бокса Суцаркона Сома Клинми. В предварительном карде этого же вечера свои бои проведут дагестанцы Адолмальник Мугудинов и Бейбулат Исаев. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте youtube.com. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин